В Брюсселе составилась трехсторонная встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем Европейского совета Шарлом Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это еще одна блестящая победа дипломатии президента Ильхама Алиева. Четырехчасовые переговоры провели к важному результату для установления мира, безопасности и стабильности в регионе. Итоги переговоров не устроили общественность Армении. После встречи в Брюсселе представители армянской общественности и бывшие жители Карабаха устроили акцию протеста на площади Республики Еревана. В беседе журналистам они выразили недовольство результатами переговоров. В любой точке мира Никол Пашинян не имеет права говорить ни от моего имени, ни от имени наших граждан. Он не обладает мандатом от имени народа подписывать какие-либо документы или делать какие-либо заявления. Прямо или косвенно предопределяющие вхождение Карабаха в состав Азербайджана. Нам нужно донести это до граждан Армении и всему миру. Сегодня очень важно донести наш голос всему армянскому народу. Без Карабаха нет безопасности Армении. Это должен понимать каждый армянин. Мы не должны сломиться только из-за того, что проиграли в войне. Мы должны встать на ноги и реализовать наши мечты. Вы разве видели когда-то что-то полезное от таких встреч? У нас и не было никаких ожиданий. За годы пребывания у власти Пашинян бывал на многих международных встречах. В Москве, Франции, Брюсселе. И никогда не договаривался о чем-то полезном для нас. Армения проигрышная страна. Я не знаю, о чем говорят лидеры на встречах в Брюсселе. Но дело в том, что во время таких встреч Пашинян готов подписать все, что ему предлагает. У него как будто голос пропадает. Что мы можем ждать от встречи? Пашинян не думает о жителях Карабаха. Мы и не ждем, что он решит наши проблемы. Бывшие жители Гадрута провели сидячую акцию с требованием организовать их возвращение в Карабах или предоставить им статус беженца. Глава общественной организации во имя Гадрута Левон Хайдян в беседе с журналистами заявил об организации сбора подписей, к которому уже присоединились около 3000 человек. Наши главные желания вернуться в Гадрут и город Шуша. Но, думаю, сегодня это невозможно. Для этого пройдут месяцы и годы. Однако нам ведь нужно как-то жить. И если мы не вернемся в Карабах, то власти должны построить населенный пункт в Армении. Альтернативой невозвращению в Карабах являются Россия, Франция и Италия. Сегодня наши власти не хотят решать наши проблемы. Поэтому многие из нас надеются на Путина и Мишеля. Путина и Мишеля. Сегодня все знают о судьбе двух карабахских деревень – Фаруха и Храморт. Однако никто в Армении об этом ничего не говорит. Как будто так и должно было быть. Мы решили провести сидячую акцию. Надеемся так донести наш голос до мирового сообщества. Другого выхода у нас нет. Участники акции протеста отметили, что государство не проводит политику защиты народа Карабаха и потребовали от правительства Армении уйти в отставку, поскольку они вредят нации. Они провели сидячую акцию также перед офисом ООН. Митингующие потребовали встречи с представителями ООН, чтобы изложить свои проблемы.